Так, значит, мы с вами что сделали? Мы прочитали, частично просмотрели несколько первых глав книги знания, точнее, первого раздела книги знания, который называется «Илхот есудея Тора» – «Фундаментальные законы Тора». И давайте мы сейчас взглянем на то, как это все выглядит. Выглядит это следующим образом. Если мы посмотрим на структуру, собственно, вот этой первой части, первого раздела книги знания, книга знания состоит из нескольких разделов. У нас здесь есть фундаментальные законы Торы, законы о чертах характера, почему-то это переведено в этой книге, хотя, в общем, не уверен, что это хороший перевод. Дальше законы об изучении Торы, законы об идолопоклонстве, законы о раскаянии. То есть у этих пяти разделов состоит книга знания. Мы с вами читали и в каком-то смысле имеем представление теперь, да, о первых четырех главах и о начале пятой главы. Теперь давайте вспомним, о чем там идет речь. Речь идет о том, как, собственно, следует понимать Бога. Но вот эти постулаты о том, что, что же это такое, и как его знать, и что о нем следует думать и представлять, они продолжаются некоторым описанием мироустройства, да, как все устроено. Ну, в соответствии с тем, что, собственно говоря, нам до Рамбома указывал Аль-Фараби, правда, не нам, а своим, так сказать, мусульманским коллегам, он говорил о том, что в идеальном городе каждый житель должен знать вот эти вещи, да, и вот эти вещи, они, собственно говоря, по сути, здесь перечисляются Рамбом, да, о том, так сказать, творце, первоедином, первопричине, о небесных сферах, о том, как все устроено под небесными сферами. Дальше Аль-Фараби говорит, что необходимо знать и способы управления вот этим самым идеальным городом. Ну, и у Маймонида, на самом деле, мы видим, это тоже есть. То есть, если мы теперь сопоставим это с тем, что мы читали, Пэрэхэлик, то есть в предисловии, не в самом Пэрэхэлик, а в предисловии, да, которое часто называют Пэрэхэлик, предисловие к 10 главе трактата Савнидрин, мы там читали 13 основ веры. Да, вот взглянем на них. То есть, это вера в существование Творца, которая является первичным источником существования всего. Правда же, мы это тоже читали в Мишне Тора. Вера в абсолютное единство Бога, который не имеет подобия. Это тоже там было более подробно только, да. Вера в нематериальность Бога, то, что он поддерживает, подвержен, не подвержен физическим изменениям. Вера в его вечность. То есть, вот эти все четыре пункта 13 основ веры, мы видим, что они в развернутом виде представлены в Мишне Тору. То есть, в комментарии к Мишне он сформулировал это как некие основы веры, а в Мишне Тора ввел, собственно говоря, эти основы веры в качестве, ну, аллогического восстановления. То есть, в качестве закона. В качестве закона относительно того, чему, как нужно себе представлять, мыслить и так далее. Можно было бы сказать, что речь тоже идет о том, во что нужно верить. Да, не столько знать, сколько верить. Поскольку там в комментариях Мишне речь шла, видимо, о вере, да, так это 13 основ веры, то здесь можно было бы теперь сказать, что у нас были, помните, те, как бы, проблемы, на которые я указывал, да, как же можно знать, если ничего нельзя знать, там, и так далее. И мы пришли к выводу, что это некое первичное, да, первичное знание, то есть некий посыл, некий базис, отталкиваясь от которого человек может, может, имея определенную перспективу, дальше развиваться в сторону интеллектуального совершенства. Пятый принцип – это уверенность, что только ему нужно служить, а не ложным божествам. И вот этот пятый пункт, можно сказать, что он, собственно говоря, тоже получает определенное развитие в Мишне Тора. Мы с вами помним, что пятая глава вот этих фундаментальных законов нас немножко удивила, да, то есть после описания мироустройства, все как устроено ему, и что из себя представляет универсум, и подлунный мир, и так далее. Дальше Рамбом говорит об освещении, не осквернении имени, да, как можно осквернить, как можно осветить. Возможно, что это связано с вот этим вот положением о служении Богу, да, то есть освящение – это служение, а осквернение – это антислужение каким-то образом. Дальше он… Это мы не читали, да, в главе 6 он говорит о… о священных именах, и, в общем, понятно, что это каким-то образом связано, да, то есть посвящение имени. У кого-то включен микрофон, и он как-то шебуршится. То есть вы хотите что-то сказать, то безусловно включать микрофон, говорить, можно, например, перебивать, но если вы ничего не говорите, то лучше выключить микрофон. Так вот, 6 глава, она является в каком-то смысле продолжением этой самой 5, да, освящение имени, осквернение имени, и дальше в 6 главе, которую мы с вами не читали, он говорит о священных именах, в принципе, какими они бывают. А дальше переходит в пророчество. И смотрите, если мы опять же взглянем на 13 основ веры, то мы увидим, то же самое, да, 6 принцип – это вера в то, что Бог открывается людям через пророков, и 7 – это вера в превосходство пророчества Моисея, Маширобойну, и действительно, Мишна Тора, действительно, по сути дела, он повторяет, то есть 7 глава посвящена пророчеству, 8 – пророчество Моисея, которое подтверждается откровением. И в этой 8 главе он, помимо всего прочего, говорит о том, что истинный пророк, он определяется не по тому, вершит он какие-то чудеса, или не вершит он какие-то чудеса, что чудеса здесь вообще ни при чем, изменение законов природы тоже не имеет никакого отношения к пророчеству. Пророчество имеет отношение к откровению, в принципе, а откровение, в принципе, это, если разобраться, опять же, в Мишне Тора это не совсем ясно, а, например, путеводитель растерянных это ясно, откровение – это, собственно, постижение истины и Моисей является тем, кто в максимальной возможной для человека степени эту истину постиг. Это мы видели тоже и в комментариях к Мишне, где он говорил об исключительности Моисея, и в Мишне Тора мы видим то же самое. Продолжение следует...